Еще как минимум две недели будет тепло и даже жарко. Из-за этого мы можем остаться без урожая фруктов. Обычно в это время все растения готовятся к зиме. А у нас тепло уже пятый месяц. Ирина Руснак продолжит. Деревья, кустарники, а вместе с ними цветы не понимают, что происходит с погодой. Цветущая сирень в каменке. В террасполе цветут церсис и японская айва. Если похолодание не наступит и пойдет дождь, вместе с декоративными могут зацвести и фруктовые деревья. Ничего хорошего это не принесет, говорят специалисты. Если почка распустилась, значит она за зиму обмерзнет, сгниет, ну пропадет. На следующий год, да, с этой почкой же ничего не будет. Да, уже надо будет какая-то почка, ну боковая, какая-то спящая будет пробуждаться. И это уже будет влиять на общий вид, на декоративность у декоративных растений. Если это, ну какие-то плодовые зацвели, то уже не будет плодов с этой почки. Такой аномальной осени даже специалисты ботанического сада не припомнят. У нас не просто жарко. Нормальных дождей нет уже полгода. Деревья, которые всегда росли в нашем крае, ясень, клён массово усыхают. С березами и елями мы вообще попрощаемся, если у нас и дальше будет становиться теплее. А как же Турция, Греция, Испания, где вот так тепло, как у нас сейчас? В этих странах, в отличие от Приднестровья, есть море. И это уже другой климат. Вы посмотрите, что делается в городе. Сколько начинает деревьев сухнуть. Причем старые деревья, взрослые деревья. Это же не просто так. Это значит, не хватает влаги в почве. У нас не только воздушная влага. Последние три года у нас очень, как сказать, большой слой почвы с недостаточной увлажненностью. Те дожики, что у нас были весной, ну, пускай там 50 сантиметров. Ну, для помидорчиков, для огурчиков там с поливом это хватит. А для растений, у которых корень уходит на более-более глубокие слои почвы, этого не хватает. И растения, взрослые деревья начинают страдать. Начинают суховершинить, часть веток начинает усыхать. 30, 50, 70 процентов дерева начинает усыхать. А это все. Больше 50 процентов, это 4-5 лет, и растения уходят. Жара несет с собой новых жителей. За последние 10 лет у нас появилось полсотни новых видов вредителей, которые уничтожают наши растения. Впрочем, есть у этих погонных аномалий и плюсы. Гранаты, лимон и хурма перестают быть экзотикой. На приднестровских дачах и огородах таких деревьев все больше. Гранат, инжир в этом году вообще инжир хорошо плодоносит, гранаты плодоносит. Он даже дикий лимон заплодоносил у нас в этом году, первый год заплодоносил. Что еще? Индийская сирень уже у нас цветет и растет, и некоторые дозимуют. Ну, правда, укрыть надо. В общем, есть растения, которые продвигаются с юга на север. Но это не значит, что если будет следующая зима холодная, они будут хорошо себя чувствовать. Как дальше будут чувствовать себя деревья и кустарники и зацветет ли вишня в ноябре, зависит от погоды. Пока специалистам остается только наблюдать и рассчитывать, что осеннее похолодание все-таки наступит. Ирина Руснак, ТСВ.